Значит, почему попала влага, как я подозреваю? Ну, пропали вот здесь дорожки, и вот эти диоды стали плохо светить. Захотелось увеличить яркость светодиодов. Ну, то есть, видите, он уже засвечивает камеру, то есть, кратковременно. 2.300. То есть, грубо говоря, освещенность 10 раз выше. Нужно обязательно делать вот такую петлю. То есть, если у вас вот ходовой огонь стоит вот так, сама светодиодная лента выглядит вот так. А определить вообще как? Для себя потом понял. Ну, в общем, сейчас соберу на термоклей. Посажу, и потом соберем, и еще раз сравню. Замеряем, употребляемый ток. Ну, и посмотрим эффект отсвечения. Показывать, вернее, как заливал клеем, не показывал, потому что такая кропотливая работа. По одному, в общем, подпаивал. Видно, налито клея, там куча. Вот. В общем, получилось вот так. Если смотреть отсюда, вот так. Если отсюда, то вот так. Значит, начинал от середины и к краю. И одновременно пытался, то есть, видите, здесь бугорок, то есть, одновременно пытался чуть-чуть сблизить диоды, чтобы вот этот крайний диод, потому что он тут вообще вплотную, если сейчас, опять же, попытаться одеть, то есть, вот, видно, что ножка попадает. Вот. Это потому, что ну, крайние диоды оставил не приклеены, вернее, края ленты. Сейчас буду попытаться вставлять. Ну, вот, в общем, как оно светит. Светит вот так. То есть, диоды все утоплены. Свет вверх-вниз распространяться не будет, будет распространяться только вперёд. Ну, что и требовалось доказать. В общем, сейчас окончательно соберу, и потом покажу, сколько потребляет тока ходовой огонь с лентой. Сравнительно, так сказать. То есть, со старым, родным. Ну, и с этим. В общем, собрал. Ну, ещё не до конца осталось поставить заднюю часть корпуса. Но смысл в том, что уже вставил линзу. Ну, не знаю, насколько вам там видно. В общем, тут получилась вот такая вот штукенция. Так она светит. Ну, это мерцание, потому что блок питания от сети. Вот. В машине, конечно, такого мерцания не будет. Ну, давайте посмотрим напряжение. Надеюсь, видно. 10,7. Ну, грубо, 11 вольт. Так, ну, и сейчас замеряем, какой ток потребляет. Вставлю на 200 мА. Так. И включаем в разрыв. 135 мА. А этот родной потреблял, если мне память не изменяет, было что-то около 80. то есть гораздо-гораздо меньше. А, 70 мА. Даже ещё меньше. Не так. 75 мА. Ну, почти в два раза меньше. Ну, и для сравнения, пока записывал, стемнело. Так, на холостом ходу напряжение. Напряжение у нас на холостом ходу. Ну, почти 14 вольт блок питания выдает. Ну, в общем. Сколько мы разобрались с потреблением. Значит, сейчас просто почувствовать разницу. Ну, понятно, что сейчас темно. Так. И на потолок. Ну, это вот, который оригинальный. Который вот этот. Ночью, конечно, да. Светит, да. Да. Ну, так. На самом деле не так всё радужно, как кажется. Сейчас подключу второй. И почувствуем разницу. Подключу тот, который переделал. Включаем. Так. Пишем свет. Ну, фактически. Видна разница, думаю, да? То есть, там еле-еле полоска. Здесь фактически в комнате, можно сказать, светло. Тут уже есть такая от линзы как бы пятно. Ну, разница колоссальная. Вот. Ну, в общем, осталось собрать. Ну, могу ещё, когда соберу окончательно. Оба. Тогда, может быть, ключу. Включусь, вернее. Короче. Ну, вот она эта светодиодная лента. Это от неё я отрезаю кусочки. И её пытаюсь туда воткнуть. Забабахать вот такой светодиодный фонарь. Ходовой огонь, вернее. Сейчас я вам её подключу. Как светится лента. Ну, вот светится лента. Ну, вот она. В комнате фактически светло от ленты. Ну, в общем. Вот такой вот получается колхоз, конечно, жуткий. Ну. Неохота покупать Philips, которые стоят 2000 гривен. Поэтому. Ну, корпус просто посажу на герметик. Думаю, будет всё нормально. В общем, ладно. Соберу окончательно. До такого вида. И тогда ещё включусь, покажу. Собираюсь переделывать второй отражатель. Не решил показать. Ну, мало ли. Может, кому будет полезно. Значит, вот здесь вот такое есть ребрышко. Ну, то ли для жёсткости, то ли чего. Непонятно для чего. Ну, вот по всей длине. Эти ребрышки надо срезать. И вот, как изначально выглядело круглое отверстие. То есть, вот здесь проделываю паз, чтобы туда вставлялся хвост светодиодной ленты. Ну, в общем, сейчас вот эти ребрышки посрезаю. То есть, по всей длине. Ну, это чтобы лента укладывалась глубже. То есть, ребрышки вот мешают. Там пару миллиметров, но лента будет выступать. Лучше, чтобы она была там. Ну, и опять же, подпаял проводки. То есть, вот таким образом, чтобы они огибали ленту. Чтобы не мешали. Потому что, если провод будет вот здесь, ну, то есть отсюда, он просто по ширине не войдёт. Ну, это такое. Из-за исполнения приходится так изгаляться. Посрезал уголки. Не знаю, насколько вам видно. Ну, вот здесь были. То есть, вот они, пятнышки пооставались. Срезанных уголков. Здесь попытался прорезать. В итоге выломал. Ну, и здесь в итоге выломал. Ну, всё почему? Потому что, если вот ставить в колпак, то получается здесь маленький зазор. Если зазор маленький, то хвост ленты там не пролезет. Поэтому, возможно, придётся это ломать. Чтобы лента нормально зашла и отражатель оделся в колпак. Вот. Но, опять же, по тому же принципу, не знаю, может, конечно, кому-то это и не интересно. Но покажу вдруг. То, что лично я наблюдал, что подобных ходовых огней у народа встречается на машинах много. То есть, народ их покупает, потому что они дешёвые. Но по факту они, конечно, светят слабовато, откровенно говоря. Вот. Но это уже понимаешь со временем, когда видишь глазами, когда есть с чем сравнить. В общем, вот хвост заходит сюда, и хвост должен обойти опору колпака. Вот. Короче, сейчас попытаюсь показать, как... А, ну вот, собственно, видно. То есть, попытался сделать вот такую гармошку. Ну, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, чтобы не нарушить работу ленты. То есть, гнуть её сильно нельзя. Если сильно согнуть, она потом перестаёт работать, к сожалению. Светится, светится. Ну, в общем, всё на месте. Ну, всё. Осталось собрать, загерметизировать и собрать сюда кучу. Окончательно собрал. Вот так это стало выглядеть снаружи. Этот ещё вдобавок проклеил сверху скотчем, потому что такое подозрение, что внутри в колпаке отломилась стойка для страховки. Сейчас включу оба. Но, опять же, на камеру это немножко не то, как воспринимает глаз. Но, тем не менее, земля и небо. Лично мне результат нравится. Поскольку, судя по яркости, которую вижу, глазам явно больно смотреть. В глазах потом остаются зайчики. То есть, это уже говорит о том, что яркость действительно гораздо выше. Яркость та, которая получилась. Ну, в общем, вот так вот можно попытаться модернизировать дневные ходовые огни, используя дешёвые ходовые огни. Выпотрошить их, выдрать слабые поддельные светодиоды и воткнуть светодиодную ленту. Лично мне результат нравится. То есть, стояла внутри вот эта. Теперь стоит светодиодная лента. Вот эта. Вот. Ну, в общем, осталось всё это дело воткнуть обратно в автомобиль. Короче, кому было полезно, кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Только без оскорблений и без матов. За оскорбления и за мат буду банить, предупреждаю сразу. В общем, вот это вот то, что получилось. Короче, кому было полезно, ставьте лайк. Покажите видео друзьям. И спасибо, что смотрели. С вами был Алексей Гончаров. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, мне результат нравится. Всё, всем спасибо, что смотрели. До новых встреч, пока. Так, ну, поставил филовые огни. Решил ещё раз включиться, показать. Расстояние сейчас нанометров 50, может, больше. Их видно. То есть, глаз видит хорошо. Камера, понятное дело, что видит не так. Солнечный день. Ну, как бы вечер, 3 часа дня. Конец октября. Но, тем не менее. Если раньше надо было присматриваться, то сейчас хорошо видно. Сейчас дальше отойду. Ещё раз включусь. Так, ну, сейчас он отошёл на расстоянии где-то 150 метров. Ну, могу сказать, что глазами вижу лучше, чем камера. Если сравнивать с теми старыми, родными, то отсюда я их уже практически не видел. То есть, надо было всматриваться. Сейчас же их хорошо видно. Как-то так. Так, ну, сейчас стемнело. Решил ещё раз включиться при темноте. Показать. Вот, выключаю зажигание. И темень. Включаю зажигание. То есть, фактически, такие ходовые огни, что можно ездить без света. Включаю зажигания. то есть видите да он включает свет это ближний это дальний причем за того что ходовые огни как бы светит немножко в сторону при дальнем еще и получается они лучше освещают обочину левую правую сторону но поскольку они у меня сделаны так что с габаритами работает отключается только при ближнем свете ну короче прикольно очень даже прикольно так сейчас я настану еще раз включусь как будет машина ночью если интересно пойдем посмотрим как выглядит ночью в темноте хорошо в них смысла никакого не задача чтоб днем было видно хорошо но если ночью хорошо то и днем будет хорошо и так думаю ну в общем как то так даже видно что дорога освещает короче вот такой получился лютый колхоз перед машиной все светло насколько сейчас включу ради прикола габарит вообще кажется смешной а издалека камера даже говорит не видно не нравится результат если вам тоже ставьте лайк все всем спасибо за просмотр м м м м м м Продолжение следует...